Всем привет! Вы находитесь на канале RealFraudStory. Я для вас сегодня прям хорошенькое видео подготовил. Вот можете, естественно, подписаться на мой телеграм-канал, который называется RealFraudStory. Вот здесь тоже написано. Подписывайтесь, вступайте в чат, будем общаться. Можем обсудить игровую зависимость и какие-то насущные моменты. У меня канал называется RealFraudStory. Вообще изначально такая задумка о том, что я рассказываю про всякий скам, который происходит вокруг и как в него не попасться. И сегодня у нас именно такое видео. Я уже снимал видео на подобную тему, но здесь прям решил специально подробно разобрать. Все вы слышали про арбитраж криптовалют и о том, что якобы люди на этом могут очень сильно разбогатеть, о том, что на этом можно стабильно много зарабатывать. И у людей на самом-то деле не так много знаний о том, как это все работает. Поэтому люди очень легко могут попасться на такой скам, который я вам сейчас покажу. И я думаю, что очень много людей, в принципе, и попадается на этот скам, потому что, ну блин, реально очень много этих... Мне приходят даже эти сообщения постоянно. Я постоянно вижу эту рекламу в Инстаграме. Я просто не понимаю, блин, ну почему так? То есть эти люди реально кидают кучу людей, и меня это прям разочаровывает. И я надеюсь, что это видео поможет вам не попасться на уловку этих мошенников. Давайте сейчас будем разбираться, о чем я говорю. Смотрите, я специально вступил в диалог, чтобы вам даже все заснять. Смотрите, пишет некий Владимир. Его голосовое сообщение тут о том, что привет, если интересно, там работаем криптоарбитраж. Видишь, я, да, плохой скрин сделал, в конце будет расшифровка, там у меня переделал скрин. Типа, у нас криптоарбитраж, работаем только с официальными биржами внутри биржи, и тебе не надо будет ничего делать, кроме как переводить свои деньги, а сеть тебя будет вознаграждать за это, там, 5%, а нам ты платишь со своего дохода. Ну, это у них такая легенда. Ну, смотрите, напиши плюс, если интересно. И я такой думаю, ну, ладно, в этот раз я уже думаю, засниму видео, спасибо, что дашь контент хотя бы. И он пишет, вы какими биржами пользуетесь? Я пишу, Bybit. Он пишет, с ними, ну, с ним не работаем. А не работает, потому что там нет этого токена, который нужен для того, чтобы заскамить вас. Я такой, ладно. Я пишу, вот, что Binance, он пишет, помимо него, чем еще пользуетесь? Пишет, как раз используем для работы. Я сейчас инфо предоставлю текстом, ознакомитесь. Я пишу, окей, он говорит. Работаем сейчас с монетой IOST, сеть IOST. Через их сеть совершаем все переводы, за что вам и начисляются проценты от разработчиков. Можете работать с любой удобной платформой, где есть монета IOST. IOST, Huobi, OKX, BitGet, MEX, KuCoin, Binance. Я вам расскажу сейчас просто, в чем скам и почему людям очень сложно обратить на это внимание. И в чем детали. Смотрите, дальше. Скидывает ссылку на CoinMarket, на эту крипту, что вот она официально. Если направление интересует, расскажу уже более подробно. Давайте. Предварительно вас добавят в базу тестировщиков сети IOST. И по сигналу будете за USDT на одной своей бирже покупать IOST. Переводить на вторую свою платформу. Вы будете получать вознаграждение в виде доп. монет от этой сети. В среднем получается 3% за один перевод. Суть в том, что вы будете покупать, выводить на их кошелек, а они будут вам перекидывать плюс 3%. Но как бы вы не будете понимать, что вы выводите на их кошелек. Вам будет казаться, нифига себе, это работает. И когда вы увеличите сумму до размеров, которые их устраивают, они вас заскамят. Сначала могут дождать вам плюсануть немножко. Вот смотрите. Дальше. Простыми словами, вы будете совершать переводы между своими биржами, когда это нужно разработчикам IOST и получать вознаграждение в монетах этой сети. Вам нужно иметь две верифицированные биржи. Видите момент как бы? Пока вроде все состыковывается. Смотрим дальше. Бинансы на битгет. Сейчас есть время у вас? Я говорю, да. Он говорит, для начала вас необходимо добавить в базу тестировщиков, чтобы сеть понимала, куда в дальнейшем отправлять доп. монеты. Ну, понимаете, вообще абсурд. То есть люди, которые понимают в крипте, они вообще в шоке, наверное, как кто-то на это ведется. Чтобы вас добавили в базу тестировщиков сети, сеть IOST, и вы получали доп. монеты при переводе, вам необходимо установить уникальный псевдоним на бирже, на которую будете переводить монеты, получать. В нашем случае – битгет. Псевдоним должен иметь от 5 до 11 маленьких английских символов. Цифры можно использовать от 1 до 9. Перед тем, как установить его, сбросьте скрин. Я проверю, соответствует он требованиям. Пример вот он скидывает. Знаете, где его искать? Я такой подумал, ой, да блин, отстань. Он – нет. Сейчас распишу. На битгет. Главное – 9 точек в левом верхнем углу, возле почты стрелка направо, отображаемое имя. Перед тем, как установить его, сбросьте скрин. То есть вот видите? Он прям настаивает – сбросьте скрин. Вот, и я ему что-то не ответил. Он мне пишет, не майся хернёй, написал же перед установкой скрин. Будь добр, делай, что тебе говорят. Я такой, ну, я же понимаю, что это скам, но мне надо для вас заснять. Вот, я ему скидываю этот замазанный скрин. Думаю, ладно, повеселюсь немножко. Вот, скидываю замазанный. Он мне пишет, а псевдоним где? Скрин псевдонима надо. И я, смотрите, что делаю. То есть я просто поверх этого написал вот так вот ник. Я вижу, вы поняли. Он, видимо, такой думает, что, ну, ладно, это дебил какой-то тупой, но бабки-то с него поиметь охота, но с меня. И такой, смотрите. Он пишет, установили его уже? Я такой, да. Он такой, окей. Ну, то есть ему уже вообще насрать. Он даже не пытается нормально прожимать. И пишет, сейчас отправлю, чтобы вас добавили в базу тестировщиков. Пока ожидаем, зайдите на OKX в активы, ну, там у меня Binance был, пополнить криптодепозит, найдите монету IOST, сеть IOST и запишите себе ваш мемотег. Оно вам понадобится при каждом переводе. Если хотите, можете его сюда написать, чтобы не потерять. Я такой, ладно, ну, я даже левый этот мемотег написал. Ну, суть в чем? В том, что когда вы устанавливаете вот этот ник, а, ну, сейчас, давайте дальше пока. Вот, я написал, он пишет, что вы мне сбросили? Я говорю, мему. Он говорит, 9 цифр. Я говорю, на BitGet, говорю, 9 цифр. А он перед этим написал 7 цифр. Блин, там изменено, видите? Там было 7 цифр написано. Он пишет, ок, ждем, пока вас добавят в базу. Сальман там, вон, и закреплю, чтобы вам было удобно. Я такой, ладно. И все. И он уже пишет. Так, что там было? Да, да, да. Вот, все. Он уже говорит, все, вас добавили. Через 5 минут. И пишет, на Binance, и расписывает инструкцию. На Binance делаем вывод. Активы, спот, вывод. Монета IOST. Выбирайте, отправьте через криптосеть. Адрес — это ваш псевдоним. Ну, конечно, блядь. Адрес — это псевдоним с BitGet. Сальман 114. Тип сети IOST. Ваш мемотег с BitGet. Это 9 цифр вот этих. Ну, то есть, понимаете, в чем скам? Суть в том, что скам в том, что когда вы скидываете им скриншот с тем, какой вы ник там себе устанавливаете, они в этот момент создают кошелек. С этим именем. И когда вы выводите, ну, естественно, вы выводите просто на их кошелек. С этим мемотегом. И, естественно, первый круг, они там могут вам докинуть деньги. Суть в том, что на BitGet, ну, как и на всех биржах, мемотег уникальный у каждого человека. А сам адрес, он везде одинаковый. Поэтому вы мемо-то свой написали. И из-за этого они смогут вам накинуть туда деньги, потому что они будут знать ваш мемотег. Но, в конце концов, вы-то всегда будете деньги переводить на их кошелек, вот, который они создали, Salmon 114, условно. И поэтому вы потеряете в конце концов свои деньги. Ну вот, сумма max, перевод скиньте скриншот перед выводом, я все проверю. В адрес вы указываете свой псевдоним, видишь, видите, пишет, что в момент перевода сеть фиксировала, что сейчас происходит тест, и могла вам начислить 3% к основному депозиту. Внимательно с мемой и псевдонимом. Так как, если укажете неверно, могут не поступить доп. монеты. Перед переводом сбросите скрин. Ну, то есть, схема, в принципе, очень понятная. Ну, вы просто будете переводить на их кошелек. Но, если вы новичок в крипте, или вообще, в принципе, даже не новичок, может попасться легко на эту схему, потому что вроде бы, а в чем обман? А обман кроется вот в этом, в том, что вы переводите на их кошелек, а не на какой-то, ну, а не на свой. И это очень важно. Я надеюсь, что это видео поможет кому-нибудь. Ну, хотя бы, пожалуйста. Я надеюсь, что кто-то наткнется на него случайно, когда будет уже готов к тому, чтобы переводить деньги в этом скаме, и я его спасу. Я надеюсь на это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Кстати, если... Ну, ладно, ничего не будет, но, в принципе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мою телегу. Я просто подумал о том, что, может быть, я разыграю пару таких футболочек. Это, видите, тут вышито. Все очень красиво. Мерч Рилфродстори лимитированный. Поэтому спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok